Ну вот, а итальянцам опять новые колёса завезли. Чё, сука? Да успокойтесь, офицер, это я про новый Чинтаура. Очередной Чинтаура, только теперь с пиаром игры Metal Gear Solid в названии. Скоро за появление первого Чинтаура в новой нации буду давать материнский капитал. Вам не кажется, что уже пора переходить к настоящим колёсным танкам? Боевой рейтинг 10,3, это значит мы постоянно играем против самых современных основных боевых танков. И знаете, уже как-то неудобно. Это как один день кататься на машине бизнес-класса, а потом умереть. Некомфортненько, не правда ли? Зато снарядов насыпали и вообще к пушке никаких нареканий нет. Есть хорошая альфа, ещё и бобс в стоке. И казалось бы, катайся себе и катайся, но современные топы едут по грунтам, снегу или песку даже быстрее, чем колёсные. Прибавляем к этому то, что в тундре вся колёсная техника неоправданно медленно едет в гору. В общем, геймплей такой же, как на сворованной у бати Жигули. И получается преимущество по подвижности мы имеем только на идеально ровной городской карте. Ещё один минус, который я почему-то до сих пор не чувствую на горячо любимом мной Чентавра на 8-0, это огромный длинный нос. Кататься задом это, конечно, вариант, но выехать передом на реакцию и выстрелить практически невозможно. Сейчас на топах стали часто выпадать ночные карты, а у нас теперь есть целых два тепловизора. С двумя тепловизорами ливать с ночных карт ещё приятнее. Медленный горизонт и огромная картонная морда ни в коем случае не делает этот Чентавра плохим танком. Просто лично мне показалось, что он уже теряется на фоне основных топов. И если ты спросишь, что мне больше нравится, Чентавра или Ариетта, то ты уйдёшь, так и не узнав, что я использую мемы из 19-го века. Субтитры сделал DimaTorzok